Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, Интернациональная аудитория! Вот здесь, на этом доме, смотрите, что нашли. Видите? Здесь цементировали все аккуратно. Известковый раствор. А здесь выложена просто вот такая емкость. Емкость для хранения чего-то. Хранение, допустим, продуктов очень удобно. Под полом. Это все делается после того, как уже стены. Здесь, кстати, была керамика. Вот под керамикой возможен такой тайничок. Мы, может, даже раскопаем немного больше. Нам будет виднее, что это. Здесь одна сторона здесь, а другая сторона, наверное, где-то вот здесь будет. Это небольшое помещение, а вот он. Вот он. Где-то вот до сюда. То есть, эта емкость такая сантиметров восемьдесят диаметр. Здесь, допустим, было такое пространство, где топчут виноград. Возможно, это емкость для того, чтобы стекал виноградный сок. То есть, ну, здесь трудно сказать, что это на самом деле. То, что я вижу, это керамика и звездковый раствор. Вот из чего было слеплено. Вот, смотрите, ребята, откололи кусочек такого фрагмента с кувшина. Видите, затирание произвели мастера. Потом керамика есть. Ну, и вот такой звездковый раствор. То есть, видите, звезды, еще тут-то песочек может какой-нибудь. Вот, но при этом очень хорошо и долго держит. Не такое уж толстая, тонкая, сантиметров 10-15, в разных местах по-разному. Емкость может быть для воды, емкость для вина, емкость как бы погреб. Если там температура была такая, плюс 10, плюс 15, то есть это нормальная температура для того, чтобы хранить что-то. Больше ничего не найдено такого, чтобы обрадовать вас. Больше ничего не найдено. Мы сейчас пойдем на ту сторону и посмотрим там, где вместили вино и куда стекало оно. Пойдемте. Видите? Забетонировано со всех сторон. Вот там, посмотрите, отверстие. И теперь, если вы посмотрите на ту сторону, вот как я это делаю, мы увидим емкость, емкость, куда стекало вино. То есть, вот это приспособление, так сказать, для того, чтобы делать вино. Но, возможно, здесь были в прежние времена виноградники очень много. И, возможно, человек где-то в соседей покупал или еще где-то приносил, тут топтал его. То есть, вручную, в ножную. И, может, вообще, и шака загонял сюда, чтобы он не топтал. Неважно. То есть, приблизительно, это было так. Вот. Но это была шутка. Итак, в данный момент, как мы поступим с этой емкостью. Конечно, мы постараемся сохранить, как оно было. То, что мы пробили отверстие для того, чтобы залить бетон. Да, здесь зальется бетон. Здесь старая, прежняя штукатурка. Она уберется полностью. Потом смотрим, где что меняем, где что поправляем, где что подмазываем, штукатурим по кругу. И оставляем в таком виде, как это было когда-то раньше. Также, вот эту емкость, мы тоже ее убирать не будем. Мы ее обустроим, сделаем красиво. Уберем в средине то, что там мусор мы еще не убирали. Приблизительно, эта емкость идет раз, два, три. Три метра на полтора метра шестьдесят где-то так. Стек идет вот туда, направленный стек. Стек в отверстие и емкость. То есть, когда человек топчет виноград, весь стек в это русло, в это отверстие. И весь виноград, жмыха остается на своем месте. Я думаю, что где-то еще используют эти варианты, допустим, для приготовления вина. И получается хорошее вино. Но это один из старинных способов, которые применяются и применяются по сей день. Делают вино так. Интересная забава, не правда? В следующем видео смотрите, как мы укрепляли фундамент этого дома. Строите из камня по старинным технологиям. Строите на века. Мастера, зарабатывайте на камни.